Дорогие мои, христиане всегда думают о смерти, но не превращают ее в фетиш. Почему после теракта в метро никто не уносил лампады и цветы? И после трагедии на Немиге? И ответ на этот вопрос станет очевидным, если обратиться к своему духу и совести, а не эмоции. То, что происходит вокруг смерти Романа, трудно поддается логике слов. Ему нужна молитва и тишина вокруг его имени. А его именем стравливают людей, выводят на площади и подставляют под неизбежные действия закона, тем самым разжигая еще большее противостояние. Даже в среде церковной мы, священнослужители и православные христиане, и просто христиане, знаем, для чего усиленно молятся за усопших 40 дней. Для того, чтобы явить плод любви, чтобы молитва родных, близких, друзей и случайных людей свидетельствовала перед судом Божьим, что этот человек нес добро. Почему же тогда лицо, облеченное духовным саном, которое является голосом церкви по должности, высказывает личную оценку переносу цветов и лампад, зная, что ее растиражируют по всем СМИ, но не рассказывает, чем людям на самом деле могут помочь умершему в эти важные для него 40 дней. А что главнее – оценка или молитва, суждение или спасение человеческой души, чья-то правота или мир в обществе. А ведь случившееся могло послужить сигналом к примирению. Хватит, остановитесь, посмотрите, до чего мы все дошли. Люди, войдите обратно в свой, если не Божий, то человеческий образ. Люди, вы уже убиваете друг друга, опомнитесь. Вы, Бог, огневите тем, что не можете уже не оскорблять, не унижать ценности друг друга, не провоцировать на драку. Мирные люди по разные стороны баррикад, которые столкнулись в ненависти. Это страшно. Один выход из сложившейся ситуации. Всем встать на молитву, всем принести покаяние, просить прощения у Бога, у друг друга. Просить самим, а не требовать по отношению к себе прощения. Приходите в храмы, идите в костелы, ведь владыка Вениамин взывал каждое воскресенье в 17 часов, когда совершается специальный молебен на примирение общества. И этим мы все поможем и себе, и душе Романа. Поможем гораздо больше. Но о молитве даже священнослужители уже не говорят. Не в повестке дня, не востребовано. Христиане ходят в храмы по воскресеньям, а иные силы зовут по воскресеньям народ на улице. Но если в храме приносится бескровная жертва и молитва за спасение человека, то на улицах приносятся реальные кровавые жертвы злобы и пагубы сотен душ. О сатанинском попрании правильнее было бы говорить, когда вандалы раскрасили процентами скульптуру логойской иконы Божьей Матери и красными полосами некоторые белые храмы Беларуси. Не двойные ли стандарты? Усопших христиане поминают в храмах, на панихидах, за литургией, на литии, на кладбище, в личной молитве и подают за них милостыню и делают добрые дела за них. Они гневят Бога еще больше в надежде добиться своей правды. И если нам дорог роман и память о нем, идите молиться за него в храмы. Только давайте это делать тихо и без яростных лозунгов и манифестаций, чтобы и разговор с Богом не превратить во встречу озлобленных людей. Простите и меня, но это от сердца.